Воскресенье Воскресенье Господь сказал, что Бог знает то, в чем вы имеете нужду. Эти слова не надо понимать так буквально, что человек должен бросить все и заниматься только чтением молитв. На нас, на каждого возложена своя обязанность. Надо поднимать детей, надо заботиться о семье, о родителях. Понятно, что все это нужно. Здесь важен приоритет, что человек ставит на первое место. Часто приходит такая мысль, как на уровне личности, так и в обществе в нашем целом. Человек думает, вот сначала я сейчас детей обеспечу, сначала семью обеспечу, проживание обеспечу, а уж потом я займусь духовной жизнью. А на уровне общности людей люди думают, что надо создать какую-то партию, которая обеспечит их существование. И уж тогда мы возьмемся за какие-то духовные ценности. Но такая мысль – это заблуждение, потому что есть такое понятие, как фундамент. Так вот, фундамент в доме должен быть соответствующий его массе, и фундамент человеческой личности должен также соответствовать его массе. И фундаментом этим является взаимоотношение с Богом. Никакие идеи, никакие философские концепции, они не смогут стать фундаментом, на котором стоит человеческая душа. Фундаментом личности и души может стать только взаимоотношение с Богом, православие, церковь. Вот то, что нужно положить в фундамент своей жизни. Все остальное строить на нем. Вот такой подход к домостроительству, он разумный и правильный. И такой человек, он выстроит свой дом, выстроит свою жизнь, выстроит свою семью. Вот, наверное, такие простые вещи, которые мы сегодня слышали, простые и понятные. Наверное, надо об этом как-то думать и не забывать. Несмотря на всю их простоту, они достаточно сложны в выполнении. Всем нам я желаю, чтобы мы понимали все эти приоритеты, чтобы мы понимали постепенность строительства. Сначала фундамент, потом стены и никак иначе. Не сначала крыша, а потом фундамент. Так не бывает. Все катастрофы человеческих жизней, которые мы видим вокруг себя, все сломанные человеческие судьбы, они как раз именно потому, что человек пытается сначала сделать крышу. Всем нам я желаю вот этого крепкого фундамента, чтобы мы помнили это, чтобы мы строили его, чтобы мы не заблуждались относительно очередности наших действий в этой жизни. Всех причастившихся я поздравляю. Сегодня я поздравляю новокрещенную любовь нашу, которая вчера приняла крещение. Поздравляю нашу семью с новой сестрой, родившейся вчера и ставшей членом нашей церкви. Всех поздравляю с принятием святых таинств. Подходите к кресту. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...